Первая жертва зимней рыбалки. Неподалеку от Лавозера под лед провалились два рыбака. Сотрудники МЧС и местные лениводы провели спасательную операцию. Но сохранить жизнь удалось только одному пострадавшему. Двое мужчин на снегоходе отправились на рыбалку к заливу Большой Зимник, который находится на расстоянии 7 километров от села Лавозера. На знаки, предупреждающие, что выход на едва застывшее озеро может быть опасен для жизни, мужчины внимания не обратили. Как оказалось, зря. Лед веса не выдержал и треснул. Один рыбак погиб, второй рыбак начал звать на помощь. Рядом находилась семья лениводов, которые экстренно начали оказывать первую помощь. И сразу позвонили внештатовому инспектору Бараковскому Виктору. Бараковский Виктор со спасателями Мурманского поисково-спасательного отряда оперативно прибыл на место происшествия. Николай и Мария Филипповы – оленеводы. Первыми услышали крики на озере, неподалеку от того места, где семья остановилась пообедать. Что произошла беда, они поняли сразу и бросились на помощь утопавшим. Когда подъехали к берегу, мы уже видели человека по лыне, на большом зимнике, где летний домик. По озеру не проехать на оленях было, оставили на берегу, схватили палки, веревки, доску и побежали. А бежать-то было очень плохо, потому что скользко. И я сразу позвонила, муж стал веревку бросать, чтобы достать. Веревку кидал, кидал, не докинуть. Я думал, метров тридцать, а там больше, метров пятьдесят, наверное. Не докинуть веревку. Ветра не было, конечно, но у нас все равно веревка полиэтиленовая. Если бы был аркан, как мы раньше кидали, кожаный аркан, то я, может быть, и ближе куда докинул бы. А эта легкая, она же жилка. Один из мужчин, попавших в плен ледяной воды, погиб сразу. А второму сильно повезло, что неподалеку находилась группа спасателей МЧС и инспекторов ГИМС, которые проводили рейд по озерам. Им-то и дозвонились оленеводы. Тем не менее, к моменту прибытия спасателей, выживший мужчина в воде успел провести около часа. Прибыв на место, мы проскочили на скорости, проскочили по лынью. Увидели плавающего человека в воде, в гидрокостюмах, долбя лед, проламывая лед, добрались до пострадавшего, зацепили его веревками и транспортировали на лед. Вытащили на лед, дальше нашли утопленника, который утонул второй человек. Вытащили тоже на лед, сделали искусственное дыхание, но он уже был мертв. Пострадавшего доставили в больницу Лавозерского района, где ему и оказали первую помощь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Субтитры создавал DimaTorzok